Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Такси без лицензии. С нелегальными перевозчиками борются городские власти и общественники. Самые востребованные профессии в крае. Прогноз специалистов Министерства труда и социального развития региона. Гордимся анапскими спортсменами. Копилку наград наших ребят пополнили медали с краевых и всероссийских соревнований. Общегородское планерное совещание прошло в администрации Анапы. Глава курорта Сергей Сергеев нацелил руководителя городских служб на основные направления в работе. Пресечение несанкционированной торговли, в первую очередь суррогатным алкоголем. Активирование незаконной работы точек проката и оказания услуг, гидроциклов и водных аттракционов. Контроль за соблюдением правил благоустройства курорта. Заместители отчитались. Продолжают работать мобильные группы. Каждый день в адрес полиции, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора уходят материалы для принятия мер реагирования. И результат есть. В 80% случаев полиция изымает суррогатный алкоголь, получив сообщение от муниципальных служащих, дежурную часть или на имя руководителя. На общегородской планерке также обсудили работу коммунальщиков, ресурсоснабжающих предприятий, ход уборки зерновых и предстоящий визит инвесторов из Франции, в намерение которой входит развитие виноградарства. Еще одно важное сообщение. Завтра глава Анапы Сергей Сергеев проводит встречу с жителями города. Начнется она в 16.00 в городском театре. И к другим темам. Курорты проходят операции по борьбе с нелегальными перевозчиками. Примерно треть всех таксистов в Анапе ездят без лицензии. Однако в администрации отмечают, что их число ежегодно снижается благодаря работе межведомственной комиссии, куда входят сотрудники ГИБДД, роты ДПС, представители администрации и общественности. Пионерский проспект. Разгар дня. Сотрудники ГИБДД останавливают легковые машины, которые перевозят пассажиров за деньги без лицензии. За пару часов остановили порядка полусотен легковушек с опознавательными знаками и без. По двум из них есть вопросы, составляются протоколы. В городской администрации говорят, что в городе, где официально зарегистрированы полторы тысячи таксистов, летом добавляется еще 500-700 нелегалов. Это потери для бюджета, однако ключевая задача – обеспечить безопасность гостей города-курорта. Преимущество в том, что, во-первых, перевозка безопасная, потому что водитель полностью проходит предрейсовый как медицинский осмотр, так и транспортные средства, технический осмотр проходит. В случае, если где-то забытая вещь какая-то или еще что-то, найти данную машину, в которой были забыты вещи, труда большого не составит, потому что можно ее по госномеру, по каким-то СМСкам, которые легальная компания присылает, все это отследить. В целом, гости Анапы отмечают, что в городе достаточно удобно ходить пешком, кроме того, неплохо развита система общественного транспорта. Но если говорить о такси, то большая часть отдыхающих предпочитает использовать привычный способ – заказ по телефону. Они считают такую систему одной из гарантий качества услуги. Нужна больше информации, то есть информации недостаточно, скорее всего, потому что у меня вот ее нет вообще. Поэтому я вот где поймаю такси, там нет информации о том, что вот такое-то такси, такие-то номера. Я думаю, что Яндекс.Акси вызывал, потому что мы в Москве уже пользовались этим сервисом. Не первый раз в Анапе уже, как подходишь, которые стоят на месте, ну, таксисты, они берут гораздо больше денег. К официалам обращаться и в Москве так же, к официалам только, под счетчику все дешевле получается. Так или иначе, для межведомственной комиссии, куда входят сотрудники ГИБДД, полицейские, представители городской администрации, наступила в прямом смысле горячая пора. На сегодняшний день проведено 78 мероприятий. Составлено около полутора сотен административных протоколов. 33 автомобиля находятся на штрафной стоянке. Если суд подтвердит факт нарушения, то водители оштрафуют минимум на полторы тысячи за предпринимательство без лицензии. А если у машины есть специальный фонарь с шашечками или без, то минимальная сумма штрафа удваивается. В администрации города-курорта говорят, что подобная практика действенна. И с начала текущего года из тени вышли около 300 таксистов. УФМС Краснодарского края открывает горячую линию для того, чтобы сократить время ожидания в очереди на загранпаспорт. По всем вопросам деятельности Управления Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю, теперь можно обратиться по специальному телефону в Краснодаре 251-85-52. Прием и учет обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства ведется с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16.45 по этому же телефону. За консультацией по вопросам миграции граждане также могут обратиться в письменном виде на электронный адрес УФМС России по Краснодарскому краю, указанному на экране. Зажигание мусора и листвы жителей ждут штрафы. В ходе мониторинга территории специалистами муниципального контроля был выявлен собственник летнего кафе, который нашел быстрый, но незаконный способ избавления от мусора. За вывеской кафе у мангала столб дыма. И это не процесс приготовления кавказских блюд. Рядом с мусорными контейнерами предприимчивый хозяин решил таким способом избавиться от мусора и опавшей листвы. Едкий запах гари разлетелся на несколько сотен метров от кафе. Между тем, сжигание листвы и отходов наносит вред здоровью людей. Дым содержит целый ряд вредных веществ, которые выделяются при сжигании собранной травы и листвы. В дыме костров количество загрязняющих веществ в 200-300 раз превышает допустимой концентрации. А если в кучу опавших листьев попадет полиэтиленовый пакет или другой бытовой мусор, то при горении образуется более 70 различных опасных веществ. За нарушение правил благоустройства на хозяина заведения был составлен протокол зажигания листвы и бытового мусора на прилегающей территории. Для физических лиц штраф составляет от 1000 рублей. А вот для предпринимателей сумма возрастает в десятки раз. Нерадивых граждан, сжигающих мусор и сухую растительность, будут ждать высокие штрафы. Названы профессии, которые будут востребованы на Кубаню в ближайшие пять лет. Прогноз составили специалисты Министерства труда и социального развития региона по результатам опроса 10 тысяч краевых организаций. В ближайшие пять лет Краснодарскому краю потребуется порядка 310 тысяч квалифицированных специалистов и 57 тысяч неквалифицированных работников. В том числе для реализации инвестпроектов потребуется почти 8 тысяч человек. С высшим образованием будут востребованы учителя, врачи, агрономы, инженеры, фармацевты, заведующие производством, инженеры по охране труда. Среди специалистов со средним профессиональным образованием будут нужны медицинские сестры, воспитатели, механики, акушеры, фельдшеры, электрики. Среди рабочих профессий самыми востребованными станут водители, трактористы, арматурщики, животноводы, бетонщики, повара, электрогазосварщики. В течение минувшей недели спортсмены Анапы достойно выступили на всероссийских и краевых соревнованиях, завоевав ряд наград. В финале Кубка Краснодарского края по плаванию воспитанники спортшколы Виктории заняли 17 призовых мест – 6 первых, 6 вторых и 5 третьих. В общекомандном зачете анапчане стали четвертыми. Во всероссийских соревнованиях Кубок Черного моря по кикбоксингу команда Краснодарского края заняла первое место, положив в копилку 72 медали. Завершили соревнования надеждой кикбоксинга. Первое место заняла команда Краснодарского края, второй – Ставропольский край, третий – Ростовскую область. Участвовали спортсмены из 12 регионов. Отличились анапские спортсмены из детско-юношеской спортивной школы номер 3. Александр Варава – первое место и Аким Волошин – первое место. Тренер – Владимир Мамонтов. На первенстве Краснодарского края по легкой атлетике отличились воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Олимп». Два золота в копилке анапчан. Гордимся нашими спортсменами и желаем ребятам дальнейших успехов. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 6 июля, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прерванное электроснабжение с 14 до 16 часов в Просторном, Кутке, Куматере, Красном, Чембурке, Курбатском, с 13 до 15 часов в Воскресенском и Цибанобалке. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера «Анапского РЭС» 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.